Он из тех, за кем охотятся западные разведки. Кто не раз рисковал, выполняя приказ. Для него каждое расследование – поиск ключа к тайнам мировой истории. Порой не хватает всего лишь какой-то детали, элемента, чтобы найти ответы и сложить все пазлы. Секретные материалы с Андреем Луговым. Начало 1943 года. Через Атлантику из Европы в США пробивается один из караванов «Поэн-Лиза». Нацистские подлодки каждый день методично атакуют грузовые суда. Для моряков вот так испытывать судьбу уже не впервой. Другое тело – пассажиры. На крохотном английском теплоходе «Пасифик Гроув» – «Тихая роща» в Америку следует группа советских кинооператоров. До Нью-Йорка добираются чудом. После полыхающей Европы американская жизнь кажется документалистам непривычно мирной. Как будет вспоминать один из операторов Владислав Микоша, тем сильнее их поразили нью-йоркские кинотеатры. Афишами, с которых на прохожих смотрели солдаты с красными звездами. И гигантскими очередями. И не на голливудскую мелодраму, а на советский документальный фильм. «Москва наносит ответный удар». Так в США назвали ленту «Разгром немецких войск под Москвой». Фильм произвел неизгладимое впечатление на американского зрителя. Никакого отношения к созданию ленты гости из СССР не имеют. Но успех картины настолько ошеломительный, что их чествуют как героев. Тур по штатам, шикарный прием в Голливуде. Руку жмет даже сам Чарли Чаплин. А напоследок операторам дают еще и неожиданное задание – доставить на родину ценный груз – «Оскар». Документалисты с удивлением узнают, что вручили его тому самому фильму о битве за Москву. Вот он, тот самый «Оскар». Первый в истории отечественного кино. Форма, согласитесь, не совсем привычная. Обычно статуэтку делают из бронзы и покрывают золотом. А это гипсовая. Но если ее внешний вид еще как-то можно объяснить, драгоценные металлы США во время войны экономят. То сам факт вручения остается загаданным. И для Америки это была сенсация национального масштаба. Мало того, что киноакадемия впервые в истории получила «Оскар» в золотой картине, так еще и специально для нее ввели новую номинацию – «Лучший документальный фон». Но как получилось, что ради ленты из далекой России голливудские боссы даже решили изменить правила? Какие силы в Советском Союзе и Соединенных Штатах могли этому способствовать и почему? Да и вообще, как в разгар войны картина оказалась на другом конце света? Для того, чтобы понять это, давайте для начала разберемся, в каких условиях этот фильм вообще появился на свет. Смотрите прямо сейчас. Враг у ворот. Почему приказ о создании фильма поверг в шок главу Госкино? И кто из кинематографистов упал в обморок во время записи самого Сталина? Плачьте, но снимайте. Зачем операторы на поле боя прятали камеры под одеждой? И за что их били свои же солдаты? Шпионский прокат. Как продюсером картины в США стал агент сразу двух разведок? И почему путешествие «Оскара» в СССР чуть не закончилось катастрофой? Октябрь. 1941 год. Суровые дни. Враг рвется к столице. Эти кадры – первое, что видит после титров зритель фильма «Разгром немецких войск». Под Москвой. Но весь ужас осени 1941-го они способны передать лишь отчасти. Воздушная тревога. Столица в немецких тисках. Генералы вермахта в мощные бинокли уже видят кремлевские звезды. Когда в какой-то момент не открывается метро, большинство жителей охватывает отчаяние. Что если городу и правда не устоять? Паника. Шоссе забито уходящими людьми. Эвакуация предприятий и госучреждений больше похожа на бегство. В Москву готовили к сдаче официально. Все основные центральные здания, правительственные, культурные, вплоть до Большого театра были заминированы. Интерстанции. Был непонятно, где правительство. Во-первых, вопрос, где Сталин. Это была глава страны, и ничего не было известно. Верховный главнокомандующий не только остается в столице, но и вскоре отдает странный приказ. Срочно привезти к нему главу Госкино. Иван Большаков, который в тот момент находился в Средней Азии и занимался обустройством эвакуированных студий, не знал, что и думать. Зачем Сталин ни с того ни с сего решил вызвать его на ковер? Прибыв в Кремль, бледнее от волнения, Большаков принялся докладывать вождю о состоянии дел в киноотрасли. Но тот резко перебил его. Мы вызвали вас для выполнения очень ответственного задания. Мы собираемся нанести немцам удар огромной силы. Думаю, что они его не выдержат и покатятся назад. Надо все это заснять на пленку и сделать хороший фильм. Большаков испытал шок. О каком контрнаступлении может идти речь, когда, кажется, еще немного, и немецкие сапоги будут шагать по столице? Тогда откуда у Сталина такая уверенность, что врага удастся отбросить? Он уже знал силу этого кино, нашего кино. И когда вот сложилась такая уже трагическая ситуация, когда враг вот прям стоит под самой Москвой, он помнил об этом тоже тайном своем оружии. Режиссерами фильма Большаков назначает опытных документалистов Илью Капалина и Леонида Варламова. Получив задание, они, не теряя времени, мчатся на студию кинохроники. Впрочем, осенью 41-го она уже практически перестала существовать. Большинство сотрудников в эвакуации часть оборудования погибла под бомбежками. Чего хватает, так это разрухи и бардака. Вот что тогда писал в своем дневнике Роман Кацман. Студия производит печальный, жалкий вид. Многих уволили, не выплатили зарплату. Они ходят по студии пьяные. Есть попытки ломать имущество. Паника. На студии без власти растерянность руководства. Как в такой обстановке вообще можно снять фильм? Да еще и победный. Но не выполнить приказ Сталина еще страшнее. И режиссеры это отлично понимают. Первым делом составляют список операторов. Потом в титрах укажут полтора десятка фамилий. Но есть свидетельства, что их было больше. Я не думал, что и оператору рассказывали, что будет большая операция такая, и мы готовим к скидку. Я думаю, ты знал только один минус, как кинтография, скорее всего. Может, два. Остальные нам никто не знал. Но у операторов хватает своих проблем. Главное, как вообще снимать войну. Смотрите далее. Плачьте, но снимайте. Почему на войне операторам пришлось заново осваивать свою профессию? И зачем после парада 7 ноября их таскали на допросы в НКВД? Как вышло, что продюсером картины в США стал шпион? И что заставило главного антикоммуниста Голливуда и бизнес-партнера Третьего Рейха вручить Оскар сталинскому кинодетищу? Одним из первых, кто отправился на фронт, был Марк Трояновский. Признавался, в первые месяцы было невыносимо тяжело. Ведь он привык снимать полярные экспедиции, парады, всесоюзные стройки, такие как открытие Днепрогесса. А тут пришлось фиксировать на пленку взрыв той самой станции. А еще сожженные деревни, бесконечные вереницы беженцев и отступающих советских солдат. Сначала было чувство растерянности. Съемки поражений, бомбардировок, гибели наших людей, мирных. Это было, конечно, большой трагедией. И многих просто рука не поднималась снимать. Десятки тысяч людей отступают. Представляете, как у них настроение? И тут кто-то стоит и снимает, им надо снимать. И вот этот суздос, который накопилось, они вкладывали в то, что били этих несчастных обувалов. Но что, если давая указания снимать фильм о разгроме немецких войск, Сталин хотел поднять боевой дух о армии и народах? Вероятно. Но предполагал ли он тогда, что картину видят даже за океаном? А если такой план все-таки существовал? Были ли у фильма хоть какие-то шансы появиться на американских экранах? 27 июня 1938 года. Поверенный в делах СССР в США Константин Уманский срочно пишет в Москву в Наркомат иностранных дел. В секретном донесении, сообщает, американский конгресс принял Билли Маккормико. Под угрозой преследования могут оказаться организации, популяризирующие СССР. Каток охоты на ведьм может проехаться и по компании Амкино, которая занимается прокатом в Америке советских фильмов. Это предполагалось, что этот закон направлен прежде всего против немецких и японских агентов, которые очень активно работали в Соединенных Штатах. Но одновременно он использовался и против коммунистов. История советского кино в США начинается за 13 лет до этого. 1925 год. Нью-Йорк. В шикарном пентхаусе на Манхэттене проходит тайный кинопоказ. Вместо экрана на стене обычная гостиничная простыня. Зато среди зрителей первые звезды Голливуда. И они с восторгом смотрели на революционное произведение киноискусства. Это показ броненосца Потемкина Эйзенштейна, который был во многих странах мира, в Соединенных Штатах запрещен за коммунистическую пропаганду. В 20-х наш кинематограф гремит на весь мир. У советских режиссеров-новаторов появляется все больше поклонников и в Америке. Но просто купить билет и увидеть их творение невозможно. Между СССР и США нет дипломатических отношений. Наконец, в 1926 году в Советском наркомате иностранных дел находят лазейку. Там решают создать совместное советско-американское акционерное общество. Так появляется компания «Амкино». Они имели свои кинотеатры или арендовали, или даже им принадлежали. Это было рассчитано на определенную аудиторию. Это были выходцы из России. Это были люди, сочувствующие России. Дистрибуцию фильмов за океаном тоже доверяют людям, сочувствующим СССР. Одним из них становится американец итальянского происхождения Николас Наполи. Фигура крайне загадочная. Спустя много лет, уже после Второй мировой, его обвинят в том, что он был двойным агентом советской и американской внешних разведок и даже якобы воровал в Штатах ядерные секреты. Кинопрокат – это идеальное прикрытие для разведработы, потому что человек, который занимается дистрибьюцией, может ездить куда угодно, встречаться с кем угодно. Это первое. А второе, что даже если Наполи был по своей основной специализации сотрудником советской внешней разведки, он и с работой под прикрытием справлялся блестяще. Отчеты «Союз Инторг Кино» подтверждают, благодаря Наполи и компании в кинотеатрах США с успехом идут сотни советских картин. Киноотношения Москвы и Вашингтона не смог пошатнуть и принятый в 1938 году Биль Маккормика. Но в 1939-м все изменилось. Компания «Анкино» ушла с кинорынка. Тому было несколько причин, но сильнее всего по «Анкино» ударил пакт Молотова-Риббентропа. Договор о ненападении изменил отношение американской общественности к Советскому Союзу, в результате чего популярность советского кино резко снизилась. Но каким образом все это скажется на судьбе картины «Разгром немецких войск под Москвой»? Связаря и педагоги, художники из Толивары вступают в истребительные отряды, в рабочие батальоны. После приказа Сталина документалисты бросают все силы на съемки в Москве. Горожане записываются в ополчение, всем миром строят оборонительные сооружения, производят боеприпасы. Все это тут же попадает в кадр. Но совсем другое дело – съемки на фронте. Смотрите далее. На зверства фашистов пленки не жалеть. Какие тайны скрываются за монтажными листами фронтовых операторов? И что было самым страшным в их работе на поле боя? Чем итоговый вариант фильма о московской битве не угодил товарищу Сталину? И как вышло, что первый советский «Оскар» едва не оказался на морском дне? Линия обороны растянулась почти на тысячу километров. Как все это охватить небольшой группе хроникеров? Как понять, где начнется та или иная боевая операция? Каким образом туда добраться? Как вообще можно снимать на поле боя? Все эти задачи кажутся просто неразрешимыми. Днем снимать все скрыто от глаз противника. Все замаскировано ночью. Снимать тоже нельзя, потому что чувствительность пленки не позволяет. Их никто не учил, как выживать во время артообстрела. Были созданы 15 групп. По два человека, операторы. Значит, на всякий случай, если один погибнет, чтобы другой, так сказать, привез этот материал. То есть они ехали прямо на фронт, там снимали, вечером возвращались обратно на студию. Каждый оператор становится сам себе и режиссером, и сценаристом. А отвечать порой приходится за 100-200 километров линии фронта. Когда немцы стоят уже в районе Химок, добраться до нее можно даже на трамвае. Обычно, значит, у операторов была своя такая машина грузовая. Называли они ее так нежно, очень иностранным словом, Коломбина. И вот для них это была и студия, и дом родной, и склад, аппаратуры, пленки. Существует мнение, что все кадры советской фронтовой кинохроники – постановка. Это опровергают вот эти уникальные документы – монтажные листы. Между прочим, официальный, строго обязательный вид отчетной документации. На таких вот листах, иногда прямо на коленке, операторы покадрово отписывали весь отснятый материал. Что им удалось запечатлеть, где, какое время суток, кто попал в объектив. Все технические параметры, вплоть до сорта пленки и характера освещенности. И каждый такой лист доставался ценой невероятных усилий. До войны кинохронику снимали большими тяжелыми аппаратами на штативах. Но попробуй, пробеги с таким по пояс в снегу. Приходится срочно перевооружаться на ручные камеры, работа с которыми тоже оказывается настоящим испытанием. Это одна минута чистого времени непрерывной съемки и с пружинным приводом. И пружина позволяла 30 секунд снимать. То есть два полных завода, сразу кончается пленка. Экономя пленку, снимают рывками по 3-4 секунды. И за эти секунды нужно поймать взрыв, выстрел, атаку. А еще успеть перезарядить окоченевшими от мороза руками. И это если камера сама не выходит из строя. Теодор Банимович потом расскажет. И это было самым страшным. Перед каждой съемкой приходилось, лежа в снегу, отогревать аппарат под полушубком. Один из операторов, Виктор Доброницкий, изобрел какую-то мазь. Такую специальную. Что-то там мазал ее, в общем, и так далее. И более-менее камера уже могла крутиться. Но не успели этот опыт на всех даже распространить. В первых числах ноября ожесточенное сопротивление наших войск и жуткие морозы заставляют командование армии «Центр» взять двухнедельную паузу. Тогда мало кто знает, пока немцы планируют новое наступление, Сталин готовит свою спецоперацию. Парад 7 ноября. А ведь этих кадров могло и не быть. Замысел Верховного Главнокомандующего едва не провалился. Утром 7-го операторы прибывают на Красную площадь, но к их ужасу парад уже вовсю идет. Его перенесли на два часа раньше, но не предупредили. Пехоту сняла Мария Сухова, это ассистент операторов. Она, ассистенты всегда приезжали раньше. Они готовили камеры там и так далее. Но самое главное, что речь никто не снял, а на студию поступило распоряжение, чтобы речь была... Отсутствие на пленке исторической речи Сталина сродни катастрофе. Операторов одного за другим таскают на допросы в НКВД. Их предложения о пересъемке вождя отвергаются. Но неожиданно из Кремля докладывают, Сталин согласен. После нервных переговоров задания доверяют режиссеру Леониду Варламову. Оператором назначают Трояновского. На этот раз провалить съемку нельзя. Опасаясь налетов авиации, ее организуют не на Красной площади, а в Георгиевском зале Кремлевского дворца, в котором возводят декорацию мавзолея. Сначала вышел Власик, начальник охраны. И первый был ляп, что отец не сдал оружия. Власик узрел своим зорким взором. Это оружие. Что это у вас? Пистолет. Ну-ка, дайте сюда. Конечно, в другое время тут же могли дело там пришить, покушение на убийство вождя. Но тут ограничивались просто отбором пистолета. Но это было только началом нервотрепки. Войдя в зал, Сталин первым делом требует убрать приготовленные для него шпаргалки. Слова речи записали на листах картона. А сама съемка не продлилась и 20 секунд. Камеру засалатило. Салат, знаете, это когда пленка так сжимается, скукоживается и стопорится камера. Потом еще говорят, что там звукооператор упал в обморок, потому что у него тоже что-то заело после этого. И он не мог сказать «стоп». Вот человек просто разрывался. Он понимает, что звук не пишется, а сказать, что звук не пишется, он не мог. И он просто не выдержал и упал. И этот звук головы, обраморный пол, он, значит, заставил всех обернуться, все увидели, что что-то неладное. Еще одна проблема, которую пытаются решить – отсутствие пара из уст вождя. Даже окна открывают – не помогает. Зал Кремля слишком хорошо натопили. Но съемка все же состоялась. Сцена речи Сталина станет одной из ключевых в разгроме немецких войск под Москвой. За полный разгром немецких захватчиков. Смерть немецким оккупантам. По другую линию фронта войну тоже снимают интенсивно. Кадры с Восточного фронта постоянно крутят в кинотеатрах Германии. Но в начале декабря 41-го хроника из России внезапно пропадает с экранов. А ведомство Геббельса выступает в газетах с заявлением, мол, это из-за мороза дорогие немецкие камеры, а рефлекс просто отказались работать. Но, как позже узнают граждане Рейха, дело совсем в другом. 6 декабря защитники Москвы при поддержке сибирских дивизий наконец переходят в контрнаступление. Впервые с начала войны документалисты получают возможность снять свою армию громящей врага. Когда кавалерия понеслась, штурмовики бомбить передовые позиции, операторы снимали все, что могли и все, что успевали. В те же дни происходит еще одно ключевое событие Второй мировой. 7 декабря 1941-го палубная авиация Объединенного императорского флота наносит удар по американским базам. Штаты объявляют войну Японии, и на фоне Пёрл-Харбора перелом в московской битве за океаном остается в тени. В отношении происходящего на русском фронте США по-прежнему предпочитают выжидательную позицию. Фашизм или коммунизм, многие сомневались. Мы отсидимся и посмотрим, что там будет. Нам все равно. Фашисты, коммунисты, это для нас очень далеко. Общественность выступала против оказания помощи СССР в рамках программы Ленд-Лиза. Американцы не хотели участвовать в очередной европейской войне. И дело даже не столько в том, что Европа находится далеко. Несмотря на то, что американцы воевали на стороне Британии и Франции, а также на стороне СССР, они до последнего не хотели вступать в военные действия. Убегая, немцы запирали в дома семьи и подрывали их минами. Известно, что от создателей фильма «Разгром немецких войск под Москвой» Сталин лично требовал на съемки изверств фашистов пленки не жалеть. Но фронтовые хроникеры и представить не могли, какой кошмар оставят после себя отступающие силы вермахта. Впервые люди увидели, что остается на оккупированных территориях. Вот эти трупы, эти повешенные молодые люди, партизаны, это горе, эти сгоревшие деревни. Мы же этого не видели. И вот это было очень правильно, снять это. Но одно дело снять, а другое смонтировать. Руководство требует, фильм должен быть готов в кратчайшие сроки. Но как организовать процесс? Каждый день с фронта привозят сотни метров пленки, оборудования на студии минимум, отопления нет, а электричество то и дело отключается. Вставляют пленку в проявочную машину, вырубается свет, все, пленку можно выкинуть. Бывали, вот, ценные материалы пишут, что там вот добытый под огнем противник, и вот, значит, такая вещь. Монтаж не прекращается даже ночью. Спят там же на раскладушках всего по несколько часов. Люди работали на износ, понимаете, это не такой методичный, размеренный труд, а это такой бух, это как фронт, это как война, как бой. Наконец, в последних числах декабря бой завершается победой. Остается только озвучить. Но и это оказывается совсем непросто. Там, где сидел оркестр, все сидели в пальто и в шапках. Было настолько холодно, ну, не топилось ничего. И три дубля сорвались из того, что тот скрипачей фальшивил. Его поймали, посмотрели, в чем дело, стали ругать. А он, оказывается, играл, уже не мог, у него пальцы каченели, он играл в перчатках. Не мог просто кто-то настолько замерзли руки. После новогодних праздников наступает самый волнительный момент. Показ готовой картины членам Государственного комитета обороны и лично Салину. До наших дней сохранился текст замечания к черновому варианту фильма. Происхождение оригинального документа историкам установить так и не удалось. По их мнению, скорее всего, он был составлен после просмотра и обсуждения картины руководством страны. Судя по ряду замечаний, таким, например, как выступление товарища Сталина в последней части не давать, доснять генералов с перечислением фамилий или заменить план Жукова, такие правки мог нести только лично верховный главнокомандующий. Самое такое тяжелое замечание, которое он сделал, сказал, что очень много текста, что он напыщенный, что он слишком такой трескучий. Надо его убавить и сделать, в общем, все это потише. Один хороший фильм стоит нескольких дивизий. Эту фразу будут приписывать Сталину как раз в связи с разгромом немецких войск под Москвой. Говорят, он часто пересматривал картину и при любом удобном случае показывал иностранным гостям. Но сначала ее предстояло увидеть миллионам советских граждан. Премьера состоялась в преддверии 23 февраля 42-го года. Отпечатали 800 копий, рекордный по тем временам тираж. Даже для нас сейчас это огромное количество копий, а тогда-то все посмотрели это кино и на фронте, и в деревнях, и в городах. И все увидели, что можно крушить немца. Его можно бить, с ним можно воевать и побеждать его. Газеты рапортуют, копии фильма отправили во многие страны, в том числе в США. Но как в самый разгар войны доставить за океан бесценные пленки, чтобы они не сгинули по дороге и не были перехвачены немцами? Каналы связи, конечно, существовали. И, например, наш журнал на защиту родной Москвы, который тоже оказывался там, большой, так сказать, момент связи мог осуществляться через Иран, через юг. Поскольку Иран был оккупирован совместно с Советским Союзом и Великобританией еще летом 41-го года. И шли ленд-лизовые поставки, многие они были более безопасные, чем через север. Но мало доставить пленку в США, таким образом запустить ее в широкий прокат. Ведь после ликвидации компании «Амкино» советские фильмы, по сути, лишились доступа в американские кинотеатры. «Амкино» пришлось в феврале 40-го года закрыть под предлогом финансовых трудностей с тем, чтобы через месяц возродить его под названием «Арткино». Когда разгром немецких войск под Москвой попадает в США, фильм не только переименовывают, американскую версию называют по-голливудски броско «Москва наносит ответный удар», но и перемонтируют. Они изменили некоторые моменты в фильме, чтобы придать ему удобоваримую для американской публики форму. Они намеренно давили на эмоции, чтобы фильм коснулся сердец американских зрителей. «Москва, август 1939, фестиваль в honor of the youth of Russia». Он даже начинается по-другому. Предвоенный парад, прекрасный, значит, там идут физкультурники, все хорошо, прекрасно, все, а потом сразу резкий переход, война, пожары, разрушения, бомбежки, в общем, все. Озвучить закадровый текст доверяют одному из самых знаменитых голливудских актеров тех лет Эдварду Джей Робинсону. Через дикторский текст и умелый монтаж кинематографисты пытаются показать схожесть советского и американского народов. Например, праздник 7 ноября сравнивают с Днем Независимости, а узбекскую пляску с танцем джаев. Общая мысль, наши страны очень похожи. Главное, в неприятии нацистских зверств. «Убходимо найти было художественный образ этого зла, который несет с собой фашист». Когда люди видели, американцы видели, как в доме Толстого фашисты сделали, значит, конюшню, когда они видят, что они сотворили с пианино Чайковского, но поломали, выбросили. А вырезанные картины, пустые рамы, вот это варварство, которое они увидели, вот теперь все вопросы исчезают. 1 октября 1942 года картина «Москва наносит ответный удар» выходит в американский прокат. А уже весной 43-го в Лос-Анджелесе в зале отеля «Амбассадор» ей присуждают главную национальную кинопремию. Причем статуэтки было две – режиссерам Капалину и Варламову. Но как получилось, что фильм из далекого Советского Союза добрался до самого «Оскара»? Ведь когда-то в США такого себе никто и представить не мог. Пришло время познакомить вас с еще одним персонажем этой захватывающей историей. Луис Майер – один из самых влиятельных голливудских продюсеров всех времен, основатель знаменитой компании Метро Голдвин Майер и отец «Оскара». Именно Майер в 1929 году придумал премию, приз которой спустя 14 лет вручат картине о московской битве. Но ведь в биографии киномагната есть и другие факты. Несмотря на свое происхождение, он был выходцем из Российской империи, родился в Подминском, Майер всю жизнь люто ненавидел все советское и яростно боролся с коммунистами в Голливуде. Но главное – имел крепкие связи с нацистской Германией. Как и другие голливудские боссы, запросто отдавал свои фильмы под нож геббельцевским рецензентам. А перед началом Второй мировой и вовсе вложил львиную долю средств своей студии производства германских вооружений. Все для того, чтобы сохранить прибыльный немецкий кинорунг. Но все же, как этот махровый антикоммунист, не стеснявшийся вплоть до самой войны сотрудничать с нацистами, мог допустить, чтобы Оскар достался ленте, созданной по приказу Сталину? Кто или что заставило его это сделать? Шла большая политическая работа, надо было готовить открытие Второго фронта. А для того, чтобы его открыть, нужны были огромные средства, которые собирали в виде налогов с американского населения. И надо было убедить, что это действительно нужно, необходимо, и для этого нужно было покаять какая-то ужасная война. Это было связано с такой прагматической линией, как ленд-лист. И американское правительство, и сам президент Рузвельт, несомненно, они явно приложили руку к тому, чтобы такой фильм появился. Для картины Москва наносит ответный удар, присуждение Оскара отличная реклама. И в Белом доме наверняка это отлично понимали. Вопрос в том, как удалось убедить в этом Луиса Майера и других боссов Голливуда. В 1933 году на пике экономического кризиса Голливуд рухнул, студии закрылись. И Голливуд спасли хозяева Уолл-стрита, которые приобрели финансовый контроль над крупнейшими голливудскими компаниями. И с тех пор Голливуд зависел от Уолл-стрита. А Уолл-стрит, когда он поддерживал Рузвельта, тогда и Голливуд поддерживал Рузвельта. Когда Рузвельт поддерживал Советский Союз во время войны, и Голливуд поддерживал Советский Союз. Но неужели признание американскими киноакадемиками фильма о разгроме немецких войск сводится лишь к большой политике? Цифры говорят о другом. Только в США и Великобритании картину о битве за Москву посмотрели 16 миллионов человек. Так газета Нью-Йорк Таймс писала после премьеры. «Голые истерзанные дети, лежащие в жутких длинных рядах, юноши, висящие на виселицах. Среди остывших тел ходят их матери, на лицах лишь боль и скорбь. Зрелище дикое. Сказать, что Москва наносит ответный удар в великий фильм, значит, впасть в неуместное клише. Это что-то большее». Что интересно, подобные рецензии были опубликованы в Чикаго Трибюн, Лос-Анджелес Таймс, Вашингтон Поз. О нем отзывались как о самом убедительном фильме всех времен и народов. Неудивительно, что он снискал огромную поддержку среди общественности и был представлен к премии Американской Киноакадемии. «Все сыграл реакция зрителей. Видно было, публика была поражена. Они такие восторженные, что надо учиться у русских, надо вот-вот, вот они-то уже показали войну настоящую. И второе, что такое фахизм? Вот это было показано так ярко, так доступно, так сильно, так эмоционально, что вот я думаю «Оскар» появился на этой почве. За героизм русского народа при защите Москвы и за работу над фильмом в условиях чрезвычайной опасности. Так гласит надпись, сделанная на каждой статуэтке. Никто из авторов разгрома на Оскаровской церемонии не присутствует. Награда больше месяца стоит в Лос-Анджелесе в советском консульстве, пока туда не заезжает делегация советских фронтовых операторов, которые сопровождали американский конвой судов через Атлантику, а потом с триумфом прокатились через все штаты. Призы киноакадемии передают оператору Владиславу Микоши, но до Советского Союза Оскары вполне могли и не добраться. Путь из Сан-Франциско лежит через Тихий океан, где в это время уже вовсю гремят бои между японцами и американцами. СССР еще не объявил войну Японии и императорский флот, как правило, пропускал советские суда, но не на этот раз. За день до прибытия во Владивосток огромный транспортник Трансбалт задерживают японские пограничники. Приказ встать на якорь и ждать досмотра. По документам пароход везет вполне мирный груз, зерно, консервы, но под ними все трюмы были забиты американским оружием. И любая проверка может стоить морякам и пассажирам жизни. Капитан решается на отчаянный шаг. Ночью в кромешной темноте сбежать через минное поле. Тихо вытащить якоря, поднять якоря, не подавая сигналов, ни будков, ни освещения не включать. И в тумане тихо, тихо, тихо дрифовать и уплыть. И они уплыли ночью. И утром они уже были во Владивостоке. В Москве Владислав Микоша передает Оскары руководителю советской киноиндустрии Ивану Большаку. Как вспоминал оператор, никакого восхищения награды тот не выразил, вероятно, решив, что статуэтки золотые лишь сухо бросил, пойдут на нужды фронта. Никому из съемочной группы разгрома немецких войск они так и не достались, на десятилетия затерявшись на складах Госкино. До наших дней сохранился лишь один Оскар. Куда подевалась вторая статуэтка, неизвестно до сих пор. Зато известно, что кинолетопись Великой Отечественной вели 258 фронтовых операторов. За четыре года войны они отсняли 3 миллиона 500 тысяч метров бесценной хроники. Каждый второй из них был ранен. Ну а победы весной 45-го не увидел каждый пятый. И этот Оскар по праву принадлежит каждому из них. КОНЕЦ